Мы уделили много времени в главе различным способам просмотра изображения и навигации. В данном видео я рассмотрю другую сторону уравнения. Это то, как скрывать работу. Это нужно для того, чтобы увидеть наслаивающиеся элементы и для просмотра, что за ними скрывается. Я также покажу, как блокировать изображение, чтобы избежать ненужной редактуры или нечаянных удалений. Во-первых, научимся скрывать различные части. Для этого нужно определить часть изображения, которую нужно скрыть. Например, мне нужно скрыть эту часть, эту область черного фона. Если мне нужно скрыть ее, чтобы посмотреть, что под ней, я могу перейти к меню Object, выбрать Hide и Selection. После этого данный объект исчезает с монтажной области. Вы заметите, что на панели Layers нет глаза рядом с данной частью слоя. Это потому, что практически при помощи команды меню я перешел к панели Layers и нажал на иконку глазок. Это можно сделать самим, перейдя в панели Layers, ничего сложного. Я вижу, что находится под объектом цветной фон. Чтобы вернуть черный фон, перехожу к Object, Show All, и он возвращается. К сожалению, вы не можете контролировать элементы при показе скрытого изображения. Здесь работа по принципу все или ничего, но сейчас я скрыл лишь одну единицу, поэтому нет проблем показать ее снова. Предположим, мне не нужна была возможность редактировать объекты на фоне, цветном или черном. Я могу заблокировать работу и превратить ее в нередактируемую. Есть два способа. Первый довольно прост и выполняется через панель Layers. Я подвину панель Layers, чтобы вы могли видеть. Внутри панели слой Background. Для блокирования изображения на слой Background я могу поставить возле нее замок. После этого под ней появляются два замка, означая, что слой ниже заблокировался тоже. Теперь, перейдя сюда, я не могу выделить его, передвинуть его. Ничего не могу сделать, но все, что наверху, можно редактировать. Для разблокировки можно кликнуть на иконку «Замок» и «Изображение», «Замок» и «Изображение». Теперь его легко выделить, перемещать и производить с ним действия. Если сохранить эту команду в меню и не стремиться блокировать весь слой, можно просто выбрать объект, в данном случае черный фон. Выбрать Object, Lock и затем Selection. Вы также можете нажать клавишу быстрого доступа Ctrl-2 или Command-2. Они быстро разблокируют то, что вы выделили. После этого я не могу кликать по фону, но я могу выделять объект за ним, цветной фон. Обратите внимание, когда я кликаю, я могу переместить и убрать его с пути. Отмена. Допустим, мне нужно блокировать также и эту часть. Нажимаю Ctrl-2 на клавиатуре PC или Command-2 на Mac. Кликаю, не получается. Что если мне нужно разблокировать изображение? Перехожу к Object, Unlock All, либо на клавиатуре нажимаю Alt-Ctrl-2 и на Mac'е Option-Command-2. Кликнув на них, изображение снова можно редактировать и кликать по отдельным частям. Блокирование и скрытие изображения – отличный способ получить доступ к скрытым частям проекта, а также избежать изменений и случайного удаления работы коллегами. Но помните, делая работу с кем-то, особенно если это коммерческая печать или веб-разработчик, которым незнакома работа, убедитесь, что она разблокирована, или предупредите, что часть композиций заблокирована. В противном случае это может привести к серьезным проблемам для вас и для тех, с кем вы работаете. Субтитры создавал DimaTorzok